ай да выстрел да правда по сидячему пришлось стрельнуть что-то у меня сдали нервы надо было ему конечно дать шанс что-то я не выдержал стрельну прибежал и сел не знаю все таки надо было подождать чтобы он побежал ну что сделано то сделано конечно красота на тебя выскакивает на номер зайчик пойдем творит трофей ай красивая ребят вот такой такую погоду такого зайчика буду красавец спасибо ребятам загонщиком молодцы выставили красиво зайчика ощущение конечно словами очень тяжело эти передать дрожь в коленках до сих пор пальцы тоже дрожат собственно говоря ради этого сюда едем спасибо ребят что потерял цвет вот тут я стрелял вот друг моя пошла на озере на озере стоял я к я знал что он здесь будет бежать я это самое я знал что он будет сюда бежать я это салона там красивее просто я думал что здесь конечно он сюда будет пробегать стал я там потому что там как бы покрасил он пробежал куда потом вернулся туда отбежал там вот вокруг немножко побежал по то что через озеро перебежал с той стороны пробежал потом поле получиться что туда дальше на трассе а я построил нам среду что что следа уже нет я вернулся а он через озеро и вот здесь вот он буквально за таким угол берком под деревом он сидел лёшка он взял увидел что вот здесь входной след его вот здесь мы были у нас похоже видел когда мы заходили туда то есть я сначала подумал что за я пошел туда вот вот у него по тому следу прошел сейчас же возвращаться и когда уже по следу я пошел его и по непосредственно он здесь уже поднялся мы когда здесь шли он тупо сидел и он это самое 50 метров от него прибежал вот сюда я раз увидел меня и сел стрелял по сидячим что-то надо было ему дать шанс конечно чтобы он у него шансов было много все ребят пойдем будем принимать поздравления весьма трудовой заяц вышел немало мы протоптали в попытках выставить его на номера и распутывая так хитро нарисованные им петли но упорством и долей удачи мы таки добыли первый на сегодня трофей время принимать поздравления спасибо анатолий васильевич за то что ты выставил зайчика красавчик вот с почином но так как зимой охотничий день короткий мы не затягивали отдых и сразу же пошли на дальнейшие поиски новых трофеев ох и нелегкая это охота вытаптывать всевозможные гуще в надежде что среди них где-то затаился заяц но в то же время из-за азарта чувство усталости сглаживается ребятка к сожалению снежок притрусил все следы уже и старые позапрошлой ночи прошлой ночи все поэтому ничего не видно идем просто дабы поднять зайца самые такие вероятные места ловимся поднять зайца подымем тогда будем ему уже нарезать круги заяц лежит плотно он знает что следы его замело не хочет подыматься любом стараться наши труды не остались незамечены богини дианой и она подарила нам возможность добыть второй трофей вдали возле одного из охотников поднялся заяц и мы услышали выстрелы душу шубу заяц заяц попали на штаммой я был поди гляния сюда он горочка батис начинает ну что дружище пойдем стрел побежал я тебе поздравляю результативным промахом но лучше научно-мучно так пошли след пока щас даде где нашлись надо с кем собраться ребят где остальные на полиции за такая пляшка выставлять да теперь нам нужно определить было ли попадание исходя из этого будет понятно как далее будем действовать он не полез в кусты мы идем и по кустам он все на чистеньком лежал от кого же он поднялся ну что ж попадания не было а значит придется немного потрудиться знаю что заяц сможет сделать круг и постарается вернуться к лежке мы заняли номера недалеко от места где он поднялся а загонщики пошли гнать сектор куда побежал наш косой красота сегодняшней природы сильно мешала сосредоточиться на номере ведь сложно не любоваться таким снегопадом и ненароком отводишь взгляд на пейзажи которые вырисовывается в живописной картине перед тобой но вот один из охотников таки увидел нашего беглеца и вскинул ружье чем не слабо так нагнал всем адреналин ведь теперь мы сто процентов уверены что в загоне есть трофей но заяц заприметив линию номеров крутнул обратно в загон и нам лишь оставалось надеяться что за гонщиком удастся развернуть беглеца обратно на номер по звуку после выстрела было понятно что в этот раз охотник не смазал и добыл второй на сегодня трофей для нашей компании поздравляю 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 вы не видели вон так бежит нет поздравляю и теперь все смогли чуток перевести дух и поделиться своими переживаниями которые получили за этот загон но время выдвигаться в путь на самом деле охота уже более чем состоялась на охотничья страсть и азарт не давали нам на этом закончить охоту тем более световой день еще не закончился фолл на анти из овес до это стопла обман с холдинг из и и и и и и и ребята пошли наши еще в загон ну как загон то даже не загон это так мы встали обстали этот гущак который впереди остался небольшой возможно что там еще есть один зайчик одного зайчика мы уже там взяли второго на сегодня с этого гущака есть большое подозрение что там еще один зайчик остался мы пока постоим чтобы потом долго за ним не бегать вдруг он выскочит ребята пошли вдвоем они протрусят посмотрят что там может что-то выгонят ждем надежд что мы поднимем очередного зайца было очень мало да и после пройденного пути все уже чуток приустали и также качественно прочесать все участки как в первых загонах будет сложнее удастся на рано вода доход их конечно красивый выпал днем сегодня вчерашний позачарайтесь засыпало и таких условиях поднять зайца конечно очень сложно узнать что его не видно не слышно следы засыпала поэтому я даже не знаю сможем что-то еще выгнать и сможем мы стараемся пройдя несколько километров так и не удалось поднять еще одного ушастого ноги уже давали о себе знать но и солнце неумолимо опускалась за горизонт и пока не потемнело мы решили возвращаться к машинам закончила сегодняшняя наша охота мы добыли два зайчика красивые были выстрелы не все к сожалению отстрелялись а еще был один выстрел по зайчику ну потому что мы взяли быстрее охотника сегодня отстрелялись усложнила задачу снежок упал перед обедом потом такой лопатистый серьезный все закидывал абсолютно все все лежит поднять практически мы только одного зайца смогли поднять больше нас не получается ничего поднять все уже устали у нас с нами охотники с большим охотничьим стажем поэтому мы сейчас идем к машинам распалим костерчик посидим по ухаем просто пообщаемся любая охота в независимости от результата должна заканчиваться в лесу костра в кругу единомышленников ведь иначе охотничий день будет как незавершенная картина вступайте в мои группы в соц сетях там вы найдете для себя много полезного а так же выставляйте там ваши трофеи и возможно уже в следующем моем видео вы увидите именно вашу фотографию но 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 но